МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не справился с управлением лишь потому, что ехал со значительным превышением скорости, упомянул автолюбитель, которого лихач обогнал за несколько секунд до ДТП. Он ехал за мной буквально. За вами буквально? Он ехал спереди меня. Он пытался вернуть машину, на повороте его, видимо, подкинуло. И все, он сначала в одну сторону, в другую развернул и выкинул на встречу. А вот седан по какому ряду вообще изначально ехал? Он ехал по второму ряду. По второму ряду в сторону центра. Серебристую «Тойоту» вынесла на встречную полосу правым бортом вперед. Летела вот эта вот серебристая. Она стала вилять по дороге вот так вот. И ее, короче, занесло вбок. Вбок заносит. А этот не успел среагировать. И получается, он перед ним буквально сработало. И он там вторец, как дал. Все, и по полной программе. Черный паркетник корейского производства ехал со стороны центра города. Водитель предпринял экстренное торможение, но это не спасло ситуацию. Удар пришелся в бок серебристой «Тойоты» как раз в ту дверь, за которой сидел водитель. В исковерканных автомобилях оказались зажаты оба водителя. Из корейской машины мужчину удалось достать живым. Его отправили во вторую краевую больницу. Водитель «Тойоты» скончался на месте происшествия. В пятом часу утра на территорию, прилегающую к краевому цирку, вызвали наряд вне ведомственной охраны. Сотрудники частного охранного предприятия задержали двух несовершеннолетних подозреваемых в храже из киоска. Одному из пойманных на воровстве 15, второму 14 лет. Оба сказали, что они воспитанники дома-интерната. Подростки позарились на киоск, в котором днем продаются сладости и прохладительные напитки. Главное в ассортименте павильона – мороженое. Но подростков ночью больше заинтересовали соленые чипсы и жареные семена подсолнуха. Подозреваемые доставлены в отдел полиции. Редактор субтитров А.Семкин